Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале! Я в свою очередь начинаю новый влог, и сегодня я хочу надеть это платье, которое купила ровно год назад и совсем забыла про его существование. На улице сегодня прохладно, и именно поэтому ноготочки, которые мы с вами вчера делали, они поменяли свой цвет. Вот реально без преувеличения я настолько довольна результатом, прям словами вам не передать. Итак, не ввела вас в курс дела, куда я иду. Мне подружка написала, что они идут с мужем кушать суши, а это заведение находится очень близко к моему дому, поэтому я решила к ним присоединиться. У меня есть такая привычка, с кем я иду без разницы, я всегда люблю платить чисто за себя. Под одним из моих видео подписчица меня спросила, говорит, а вот вы куда-то идете, а кто платит за счет, кто платит за банкет? Все очень просто, девочки. Я и со своими друзьями сейчас, и с теми людьми, которыми знакомлюсь, всегда договариваюсь о том, что я люблю, когда каждый человек платит за себя. Если мы втроем счет делится на три, если на шестеро, то на шесть и так далее. В общем, суши они уже заказали на тот момент, когда я пришла, но они знают мой вкус. Здесь классическая Филадельфия, запеченные спайсы с креветкой, вот единственное с огурцом, эти я не очень люблю. Кстати, не закончила мысль. В общем, я не люблю, когда кто-то меня угощает. Чувствую себя как-то некомфортно, когда кто-то закрывает счет, поэтому лучше, когда каждый платит за себя. Еще мы, кстати, взяли моцарелло стикс, и они здесь вообще ни о чем. Я просто реально в жизни не кушала настолько невкусные моцарелло стиксы, если вы живете в Баку, обязательно попробуйте во Фрайде, мне кажется, там они просто идеальные. В этом заведении всегда очень много людей, посмотрите на этого котика, он так похож на Твикса в детстве, именно поэтому я решила креветочку отдать ему, и он с большим аппетитом скушал. А вот и, пожалуй, доказательство того, что я очень добрый человек. Итак, счет на три человека у нас вышел всего 51 монат, это делает что-то в районе 30 долларов, то есть по 10 долларов с человека. На мой взгляд, просто идеально. И обратно домой я, естественно, пошла пешком, потому что это заведение, как я сказала ранее, находится очень близко к моему дому. Хотя сегодня было, кстати, немножко ветрено. Также я, опять же, по возможности, если у меня в руках нет больших каких-то пакетов из супермаркета, стараюсь подниматься пешком до своего этажа, хотя я живу на высоком этаже, все равно физкультура, так скажем. И, кстати, я начала снимать все свои влоги чисто на телефон, потому что это быстро, потому что я могу потом озвучить еще и на русский язык и так далее. Вот сколько себя не помню, обычно я всегда начинаю влог утром и завершаю его до вечера, не люблю несколько дней смешивать в один, поэтому в этот раз получилось как-то странно. Я резко начала снимать влог, и поэтому перемещаемся на следующий день. Я проснулась и обнаружила, что на одном из моих ноготочков бантик отлетел, как я вам говорила во вчерашнем влоге, что сначала я его приклеила чисто на обычный гель, и он у меня очень быстро откалывался. Потом мне в комментариях написали, что надо клеить на полигель, и вот после этого я приклеила на полигель, и уже где-то, наверное, дней 10 у меня все держится. Но я тут еще не теряю надежды и нашла бабочку, которая, точнее, не бабочка, а бантик, который валяется, и вот хотела его приклеить обратно. Я, правда, не знаю, как Твиксик чувствует, что я проснулась, но как только я просыпаюсь, он начинает мяукать. Идеальное мое утро начинается с принятия ванны, и всегда использую этот шампунь, это единственное средство, которое избавило меня от перхоти. Ну и каждое мое утро обязательно начинается с чашечки горячего кофе и прекрасного макияжа. Сегодня я планирую снимать мукбанг, поэтому буду делать макияж, а вот мое лицо, кстати, оно опять высыпало, к сожалению, постоянно это подбородок. А все из-за того, что я ковыряю, постоянно трогаю свой подбородок, когда особенно монтирую, постоянно у меня руки на моем подбородке. У меня всегда так, если я трогаю высыпание, выдавливаю и так далее, у меня увеличивается их количество. А еще вчера со мной произошел случай, который я видела, если честно, в своей жизни впервые. Мне пришла посылка, и я была немножко в шоке от ее размера, потому что я заказывала с тренд Йол себе кофе, его очень выгодно заказывать, поэтому, наверное, ссылочку вам оставлю внизу, посмотрите, убедитесь сами самостоятельно. И, в общем, нам с мамой сразу показалось странно, что посылка подозрительно большая. Я решила перепроверить трек-код, и оказалось, что действительно это кофе я начала открывать, и даже снимала в этом процессе видео, чтобы показать вам распаковку ту самую, а потом, как оказалось, здесь бокалы. 18 штук, 3 разных размера, самые обычные бокалы. На коробке обычно бывает один адрес доставки, здесь было два, один из которых информация принадлежала мне, а второй, я не знаю, кому, видимо, человеку, кто заказывал эти бокалы. Я представляю, как удивится человек, который заказал бокалы и получит кофе. Ну, в общем, я открыла спор и вернула в полном объеме свои деньги, даже больше. Это, кстати, очень странно, но безумно приятно, с другой стороны, я же не виновата в том, что они перепутали посылки. В этом плане тренд-йолл вообще супер, если вам придет что-то разбитое или нехорошего качества, или вам что-то не понравится, вы сразу можете вернуть свои деньги. В этом плане, как бы, можно полностью доверять и даже электронику или что-то такое заказывать. Прям буквально на следующий день мне вернули деньги, и можно сказать, через пару дней я заказала кофе. И, кстати, мне до сих пор эту кофе не пришло, будем ждать, посмотрим, что в следующий раз придет. Ну, а бокалы, естественно, возвращать не нужно, поэтому я получила вот такой вот сет классный, который я просто оставлю в дальнейшем, когда буду жить в своей квартире, буду использовать. А я тут начала прибираться вот эти сережки. У меня бижутерия вообще повсюду, в последнее время очень люблю бижутерию, ношу ее на постоянной основе. Кто подписан на мой канал достаточно давно, наверное, помните периодами. Один период мне очень нравилось покупать золото, я его скупала, показывала вам. Сейчас у меня в жизни такой период, мне вообще не хочется золота. Во-первых, золото подорожало, а во-вторых, мне его просто не хочется, честно. Особенно все, что касается брюликов. У меня знакомая хотела продать кольцо, которое купила у нас здесь, в России. Как оказалось, что в России эти камни вообще не считаются за бриллиантом. Поэтому я раньше даже, когда покупала золото, никогда не покупала бриллианты, потому что смысла в них ноль. И у них огранка не та, чистота не та, поэтому сложно их вообще назвать бриллиантами. Да и плюс пару изделий у меня сломалось. Помните сережки с бабочками? Сейчас чуть-чуть позже их вам покажу. В общем, они у меня сломались, я отдала ювелиру. И в общем, теперь у меня одна сережка короче, другая длиннее. И еще плюс место, где спаили, его прям видно. Это тоже как-то некрасиво. Мне так жалко стало. И в этот момент я задумалась о том, что как жаль, что эти сережки не бижутерии. Я их не могу просто выбросить и купить себе новые. Еще мне подруга подарила очень красивую цепочку. Там тоже застежка сломалась. Короче, девочки, не буду ныть. У меня сейчас такой период, что я просто ношу бижутерию, радуюсь жизни. И просто не парюсь по этому поводу. Все золото у меня лежит в шкатулке. И я даже забываю его носить. Но такие вещи у меня, как правило, всегда периодами. Когда-то мне нравится бижутерия. Например, год-два, потом я перехожу на золото. Потом золото мне надоедает. Я обратно перехожу на бижутерию. И вот так вот. А мы с вами сейчас будем делать макияж. Вот этот тональный, кстати, от NYX. Я его просто обожаю. Использую на протяжении прям долгого периода. Каждый день он у меня уже заканчивается. Также в макияже мы будем использовать палетку от Makeup Revolution. Здесь у меня сломалась кружечка. Поэтому будем пытаться закончить эту палетку до конца, до конца этого года. Хотя это нереально. Но все равно, видите, этот оттенок я его почти до донышка. Ну а так в основном для мукбанков я использую тени. А в обычной жизни я забываю даже ими пользоваться. Зачем мне столько палеток, сама не знаю. Кстати, недавно с Trendyol заказалась я вот такую пудру от NYX. Она очень крутая, только достаточно маленькая. Не посмотрела я на размеры. И как оказалось, это travel size. Первым делом, перед нанесением макияжа, естественно, я использую SPF. У меня от Vichy. Это 50 SPF. И также я использую его на руки. Сегодня я также планирую пройтись по магазинам. Дело в том, что у меня подружка подарила рубашку. Которая оказалась мне немножко большая. Поэтому с вами вместе пойдем ее поменяем на мой размер. А также я бы хотела взять не белую, а молочную. Сейчас чуть больше вам обязательно покажу. Но первым делом нужно замаскировать все необходимое. Честно, не знаю, насколько интересно смотреть влоги, которые просто озвучиваются сверху. Точнее, это те влоги, которые я публикую на свой азербайджанский канал. Просто мне их жалко просто удалять. Я решила, что будет круто, если я их буду озвучивать, выкладывать сюда. Потому что некоторые на том канале пишут комментарии, что они смотрят и ничего не понимают. Многие пишут, что поставь там субтитры и все дела. Я подумала, чем заморачиваться с субтитрами. Насколько мне бы лично не нравился его блогер, я бы не готова была смотреть его через субтитры. Поэтому я решила все-таки потратить немножко времени и все-таки эти видео переводить. Потому что на мукбанках я, например, про что-то рассказываю. А во влогах вы наглядно это видите. Опять же, на мой взгляд, без совсем влогов скучно. Кстати, сегодня заказала себе Стрэн Йол крем корейского бренда. Когда придет, обязательно вам покажу. С 50 SPF. То есть перед тональным не нужно носить SPF. Я думаю, что это будет очень удобно. Когда я выбираю себе тональный, я просто беру в самом светлом оттенке. Потому что все абсолютно тональные и всегда для меня темные. Ну а сейчас я вам покажу, зачем мы идем. Нам нужно будет поменять эту рубашку. Она безумно модная, хорошего качества. Мне она нравится. С шортиками и с каким-то кропом будет смотреться просто пушка. Просто человек, который мне подарил эту рубашку, она никогда меня не видела ранее в жизни. Я просто смотрела мои видео и в видео я кажусь, как правило, намного больше, чем есть на самом деле в жизни. Она так раскинула мозгами и где-то взяла на себя, взяла М-ку. И как оказалось, М-ка мне большая. Я решила, что возьму точно-точно такую. Возможно, молочную. Потому что она сказала, что есть и молочная, и в размере S или XS. Потому что так она слишком большая. Почему-то на этом канале аудитория очень сильно бесит, когда я говорю, что у меня S или XS размер. Но когда я на Азербайджанском канале про это говорю, их никак это не задевает. Абсолютно все люди, которые видят меня в жизни, всегда мне говорят одну и ту же вещь. Что я намного меньше, чем кажусь на видео. Но многие воспринимают это почему-то как хвастовство. Ну да ладно. Надеть я решила что-то легкое. Вот это платьишко. Его я покупала на Шейн, по-моему, очень давно. И распаковку вам тоже снимала. Еще хотелось бы затронуть один момент. Многие вот меня не поймут. У меня есть блеск от Диор. Я вам могу сказать честно, он ничем не отличается от блесков миттл-сегмента. Сейчас многие со мной не согласятся. Но я реально не вижу смысла покупать настолько дорогой блеск. Например, Кико. У них блески ничуть не хуже. Или, например, Буржуа. Это видео я снимала где-то, наверное, неделю назад. И здесь у меня волосы очень сухие и ломкие. А вчера я сделала кератин и получила просто офигенный результат. Смело могу сказать, что это лучшая процедура для волос, которую я когда-либо делала. Каждый раз, когда я выходила из дома, нужно было либо выпрямлять волосы, либо делать их кудрявыми. В общем, сейчас я не делаю абсолютно ничего. Я просто сушу свои волосы и все. В общем, в дальнейшем во влогах обязательно вам покажу в полный рост свои волосы. А сейчас мы с вами, пожалуй, соберем мою сумочку. Возьму вот эту. Заказывала ее на Вайлберрис, по-моему. Артикул оставляла. Аля, что в моей сумочке. Беру штатив. Он очень хорошо сгибается. Идеально помещается в сумочку. Также раскладная расческа. Здесь также есть зеркало и небольшая резинка. Также берем с собой кошелек и ключи. Эта сумочка достаточно большая и здесь поместится абсолютно все. Берем жвачку и наушники. Точнее, это просто конфеты лавы. Я была на съемках в центре города. И вот в одном из заведений там давали еще вместе еще там такую жвачку. В общем, я засунула к себе в сумку. До магазина мы с вами будем добираться пешком. Потому что я решила, что я как можно больше буду ходить пешком. Подниматься по лестнице и так далее. В общем, физкультура, поэтому мы идем пешком. Скажу вам так. Два моих любимых магазина во всех моллах. Это обязательно Zara и обязательно New Yorker. New Yorker я просто обожаю. Сейчас модные эксперты начнут кудахтать, что нету там. Там все безвкусица. Мне нравится. Вот такую рубашку за 55 долларов я покупала в Zara в прошлом году. Но она была немножко плотнее. И вот я так с удовольствием ношу. Также в New Yorker мне очень нравится домашняя одежда, нижнее белье. Белье обалденного просто качества. Настолько мягенькие брюки. Это просто сказка. Я не помню, в тот день я снимала для вас влог или все-таки нет. В общем, я мерила себе вот этот кардикан. И мне он понравился. Я его уже собралась брать. Пошла на кассу. Но как оказалось, там с кассой были какие-то проблемы. Поэтому в этот раз я решила померить это XS. И мне кажется, он мне немножко большой. Рукава длинные. Поэтому я решила померить XXS. Правда, на видео совершенно непонятно, какой размер на мне. Но все же, в жизни есть существенная разница. Мне очень нравятся магазины именно в моллах. Потому что здесь консультанты не ходят за вами по пятам. Это реально очень удобно. И никто морально на тебя не давит. Вот эта курточка, это просто моя любовь. У меня есть такая же. Только я ее покупала в прошлом году в Zara. Вот фотография. И эта в Нью-Йорке стоит ровно в два раза дешевле. То есть в Zara я ее покупала в два раза дороже. А здесь стоит в два раза дешевле. Но качество тоже самое абсолютно. Я уже набрала то, что мне понравилось. И мы с вами приступаем к примерке. Так вот, о чем я говорила. Мне в моллах нравится то, что вы спокойно можете мерить хоть 10 позиций. И в конце не приобрести ничего и уйти. Когда в этом процессе меня сопровождает продавец-консультант, мне просто будет неудобно уйти, ничего не купить. У меня сразу прям, знаете, чувство такой вины, что я потратила такое количество времени человека. И не дала никакой пользы этому человеку. Поэтому либо я заказываю онлайн. Я обожаю что-то заказывать онлайн. И вы прекрасно это знаете. Если это оффлайн-магазин, то это обязательно молл. Вы просто не представляете, сколько раз были такие случаи, когда я не хотела ничего покупать. Просто мне было стыдно перед продавцом. Я была вынуждена хоть что-то купить, чтобы не чувствовать себя виноватой. Вот это, кстати, юбочка очень даже крутая. Просто размер достаточно большой. Это размер М. И очень сильно болтается на мне. Но потом ходите, скажите... А, нет, даже ЭО, видите? Короче, в этот день в Нью-Йоркере было очень много людей. Все примерочные были забиты. И также люди ждали своей очереди. Поэтому если размер тебе не подошел, тебе нужно было идти обратно, брать другой размер, потом возвращаться, ждать опять в очереди. Этого делать мне было неохотно. Поэтому если мне не подходил размер, я уже оставляла на следующий раз. Если в следующий раз мне захочется, я уже возьму, уже знаю, какой размер мне нужен. И куплю себе эту вещь. Ну а вообще сейчас, по идее, сентябрь, мы ходим в шортиках. И сейчас продаются куртки. То есть начался сезон курток. Это так странно. Летние вещи все просто на сумасшедших скидках. Например, вот этот кроп стоил всего 5 долларов. Хотя он очень хорошего качества. В общем, уже крутые скидки начинаются уже с августу. У вас еще есть куча времени, когда вы можете это поносить. А уже это все стоит бесценно. Ну, то есть уже очень дешево. И уже висят куртки. Хотя ты пришла мерить эти куртки в шортах. Такая вот интересная схема. Но также на маркетплейсах тоже большие скидки. Вот эта вот кофта мне очень понравилась. Но здесь грудь сильно открыта. Я такой не ношу. Хотя девочки у нас в городе спокойно носят. И абсолютно нормально люди к этому относятся. Вообще, я вам могу сказать так. Люди ацербайджанцы, которые живут в России, они больше чтят традиции, нежели те, которые живут здесь. Если вы приедете в Баку и посмотрите, как люди здесь одеваются, вы не будете писать мне в комментариях. Айка, ты что, стыд потеряла? Что это за кофта-то такая? Если сравнивать в общем население в Баку, я могу сказать, что я одеваюсь средне. То есть не слишком закрыто и не слишком открыто. Так что обязательно приезжайте к нам в гости и убедитесь в этом самостоятельный. Плюс, если это продают в магазинах, значит на это и есть спрос. Значит, не я одна так одеваюсь. Вообще, в Нью-Йорке очень сложно найти себе кофту, которая будет в некроп, где не видно живот. Следовательно, магазины ориентируются прежде всего на население. Значит, население так одевается, раз это продают в магазинах. Вот этот тулумчик мне очень понравился. Он джинсовый, стоил 30 долларов. Но я бы здесь, пожалуй, поменял ремешок. То есть я бы надела совершенно другой ремешок и взяла бы на два размера меньше. Думаю, в таком случае сидела бы классно. Ну а так неплохо, размер М, в принципе, сидит нормально. Короче, я как-то все померила и все что-то не то. То ли мне надо было переварить это все, то ли как-то село не очень. Но я, в общем, вышла из примерочной абсолютно ни с чем. Единственное, что я взяла, это кардиган, который хотела взять еще в прошлый раз и который я вам показывала в начале ролика. Ну а вообще на шоппинг я люблю ходить абсолютно одна, потому что, как правило, с подружками у нас вкусы разные. И в тех магазинах, в которых останавливаюсь, я и меряю вещи, это подругам неинтересно и так далее. Поэтому приходится друг друга ждать. Поэтому именно шоппинг я люблю ходить одна. А так вот по ресторанам мне почему-то всегда стыдно идти одной в ресторан. Хотя что здесь такого? И обратно домой тоже я прошлась пешочком и, кстати, абсолютно не устала. Если я не ошибаюсь, в инстаграме вам показывала идеальный порядочек, который я навела. Провела ревизию, убрала все, что я не ношу. Что-то сложила, отдала кому-то, что-то положила ближе к руке. А то у меня есть такие вещи, которые я забываю, что вообще у меня есть. Поэтому я их и не ношу. Ну а так многие меня закидывают камнями, что у меня очень много одежды. Так как вы видите, в шкафу еще даже есть место. Ну а дома, как правило, я люблю носить что-то свободное. Поэтому надену, пожалуй, это платье. Вообще, как хорошо иметь дома мамочку, которая обязательно что-то приготовит. У нас на обед гречка получается с гарниром. Тут брокколи, в общем, салат. И кое-что осталось после мукбанка. А точнее, американский суп с сыром. Он вкусный, но очень калорийный. Потому что здесь внутри сливки, даже на мукбанке много съесть не смогла. В принципе, в магазине я вам показала. Но решила еще раз показать и здесь то, что я взяла. Точнее, то, что я поменяла. Я взяла себе вот этот вот кардикан. Думаю, сейчас уже потихоньку начнется похолодание. И вечером можно сверху укропа надеть вот этот кардикан. На видео, на самом деле, он кажется белый. На самом деле, нет. Он молочный. Я вообще белые вещи не люблю, потому что они у меня со временем становятся серыми. Поэтому лучше уж пусть будет молочный. Хотя, как раз-таки, сезон этого кардикана начинается. Он был на скидке. Я его купила всего за 15 долларов. В конце остановилась на самом маленьком размере. И сейчас покажу, как же он сидит на мне. Под вечер потихоньку уже прохладная погода. И я думаю, с кропом, с каким-нибудь джинсами будет смотреться классно. Самое главное, рукава, плечи более-менее на месте. Мне он очень нравится. Как вам? Пишите обязательно в комментариях. За сегодняшний день я уже третье видео, которое озвучиваю, точнее перевожу на русский язык. И у меня просто такое ощущение, что я несу какой-то бред. Просто убираю звук и болтаю сверху. Говорю, говорю, говорю. У меня язык аж заплетается. С этим термогелем такой красивый амбре эффект получается. Придя домой, я решила, как и планировала, сегодня вечером приклеить обратно бантик на то же самое место, откуда он отвалился. Я еще тогда не знала, что он на следующий день опять отвалится. И мне придется уже на поле гель его клеить. Но теперь я уже поняла. В следующий раз таких ошибок я допускать не буду. Ну а так ногти я просто в восторге. Очень красиво получилось. Единственное, вот это место, где отвалился бантик, смотрится как-то не очень. Опять мне пришлось все это дело разложить. Я вообще не люблю переделывать что-то. Вообще никогда ни в чем я не люблю переделывать. Но в данном случае куда деваться пришлось. А на этом я уже, пожалуй, буду закругляться. Огромное спасибо, что досмотрели это видео до конца. Не забывайте писать свое мнение в комментариях. Обязательно подписываться на мой канал, ставить лайки. Всех люблю, целую. С вами была Айка. Пока.